Вот и настало время очередной встречи нашей съёмочной бригады с ещё одним обладателем премии Гомельского облсполкома «Человек года». На этот раз мы пообщались с победителем в номинации «Руководитель» Александром Ивановичем Комко. Вот уже четвёртый год он возглавляет холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Нам интересно было узнать, как удаётся руководителю такого предприятия-гиганта в нынешней экономической ситуации не просто держать предприятие на плаву, но и развивать, расширять линейку новых моделей техники, находить новые рынки с бытом. Мы поинтересовались, нам ответили. И не просто ответили, а дали возможность понаблюдать за работой на разных этапах производства сельхозтехники, выпускаемой под брендом «Полесси». Прошёл сегодня, мне легко сегодня. Я сегодня принимаю решение, какое-то даю указание кому-то. Ясно представляю, как это происходит. Александр Комко – руководитель, который действительно чётко представляет, что должно быть сделано и как. И не мудрено, ведь он не просто проснувшись однажды стал руководителем. Этому моменту предшествовал не один год. Говорят, лучший руководитель тот, который прошёл все ступени профессионального роста. Возможно, по данному принципу, шёл по жизни и Александр Комко. Закончил Ждановский металлургический институт, город Мариуполь, Украина. Начинал свой трудовой путь на заводе «Дормаш» в Житомирской области в должности конструктора. Работал начальником инструментального цеха. С 1979 года работает в Гомеле. Начинал тоже конструктором на производственном объединении «Гомсельмаш». Потом занимал должности начальника техбюро, заместителя начальника цеха. Был начальником нескольких цехов. С 1987 года Александр Комко – директор Гомельского завода «Литья и нормалей». Следующая ступень – должность заместителя генерального директора «Гомсельмаша» по производству. В конце 2012 года Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Комко генеральным директором производственного объединения «Гомсельмаш». Воспринял новость, конечно, с большой ответственностью и с большими переживаниями, что все-таки такой груз ответственности, такая, ну и доверие, конечно, но и сложности. Я работал в объединении, я знал сложности и знал, с чем придется сталкиваться. И тем не менее, осознавая всю серьезность предстоящего выбора, понимая груз ответственности и оценивая кредит доверия, Александр Комко становится генеральным директором ГОМСельмаша. За свою более чем 80-летнюю историю предприятие пережило немало сложных периодов. Александр Иванович вспоминает, долгое время действовала программа поддержки сельского хозяйства, когда ГОМСельмаш ежегодно поставлял 1500 зерноуборочных комбайнов и 400 кормоуборочных. Таким образом, предприятие работало в основном на свою республику. И в конце концов, настал момент, когда сельхозпроизводители нашей страны оказались полностью обеспеченными техникой для уборки. И потребность в ГОМСельмашевских комбайнах стала резко снижаться. Чтобы нормализовать ситуацию и обеспечить рабочие места, стояла задача увеличить экспорт. Для этого надо иметь конкурентоспособность. Конкурентоспособность – это, конечно, качество. Качество – это сервис. А качество и сервис – это, конечно же, инвестиции. Это все то, что требует серьезных и денежных вложений, ну и, конечно же, квалифицированных кадров, которые должны сегодня понимать и работать в этом направлении. Если в 2012 году продукция предприятия экспортировалась в 10 стран мира, то в 2015 уже в 26 стран. Для того, чтобы продвигаться на новые рынки, развивали различные направления работы. Расширяли линейку техники, на которой сегодня есть все виды зерноуборочных комбайнов. По мощности и производительности они конкурируют со всеми производителями зарубежных стран. Здесь есть экземпляры техники высокой производительности, есть и машины с уменьшенной производительностью. Мы за это время расширили линейку формоуборочной техники, которая сегодня уже содержит от прицепных, до самого высокопроизводительного комбайна КВК-80-60. И вся эта техника сегодня, она присутствует на всех рынках, и она конкурирует сегодня. На Гомсельмаши серьезно поработали и существенно снизили импортоемкость своих машин. Все, что можно, перевели на собственное производство. Или же закупают то, что производится в нашей стране. Сегодня предприятие имеет одно очень важное преимущество перед всеми остальными производителями сельхозтехники. Оно в том, что здесь есть все технологические переделы производства. Это и литейное, и кузнечное, и прессовое производство. Механообрабатывающее производство, которое позволяет быстро переориентироваться на выпуск той или иной детали изделия. Имеется термическое и окрасочное производство. Практически у нас поступает металл или сырье. И покупая комплектацию этого основного двигателя, гидравлика, это электромеханизмы различные, то есть электрооборудование. И это резинотехнические изделия. Все остальное мы изготавливаем из себя, и выходит готовый комбайн. С каждым годом урожаи зерновых растут, и в этом немалая заслуга комбайна строителей. Если комбайны старой конструкции имели большие потери урожая, то современные модели – это всего полтора процента потерь. Есть комбайны сложные и дорогие, есть подешевле. Одним словом, предложения найдутся для потребителей различных уровней. У нас есть комбайны, которые имеют все опции, которые только возможны. Сегодня у нас комбайн, будем говорить, уже в высочайшем уровне – это кормовольчный ТВК 80-60. И основной наш комбайн, который сегодня массово продается, это 1218А1. Это модернизированные, тоже прошлого года мы начали такое производство. И сегодня мы готовим к испытаниям еще два образца новейших. В непростой экономический период Гомсельмаш сумел не растерять потенциал, хотя определенные проблемы, конечно же, есть. Они в основном в том, что у нас есть аккредитованность на долларах и евро. А выручка у нас основная – это все-таки российский рынок, это в рублях. Вот рубли обесцениваются. Вот мы переживаем очень сложно. Но сегодня работаем, выдерживаем все необходимые условия. Это, конечно, не совсем справляемся, с чем наметили. Но в продвижении вперед есть и динамика, и динамика есть, и уверенность есть, что комбайны будут наши востребованы, и мы не упустим свою конкурентоспособность. С учетом того, что найти новые рынки сбыта продукции – задача не из простых, а добиться повышения производительности труда надо, Гомсельмаш за последнее время пережил серьезную реорганизацию. Поменялась структура управления. У нас много было юридических лиц в холдинге. Сегодня мы это ограничили только двумя. Это тоже позволило много снизить управленческого персонала. Потому что в каждое юридическое лицо – это отдел кадров, это баллтерия, это экономические службы, это охрана. Сегодня это мы все централизовали. Много функций централизовали. Это позволило правилам управленческого персонала много снизить. Но при этом мы не увеншили увеличение количества конструкторов, технологов, специалистов, рабочих, наладчиков. Александра Комко не скрывает, не обошлось, конечно, и без сокращений. Хотя путем определенных перемещений, непрямых сокращений на предприятии стремились максимальное количество сотрудников оставить на рабочих местах. Сейчас здесь продолжается работа по снижению себестоимости, начатая еще два года назад. В этом году стоит задача снизить себестоимость на 25%. Задача сложная, но на предприятии есть уверенность, что она будет выполнена. Техника открытого акционерного общества «Гомсельмаш» является постоянным участником всевозможных сельскохозяйственных выставок. На предприятии понимают, что участие в подобного рода мероприятиях существенно влияет на имидж холдинга. Во-первых, есть возможность продемонстрировать свои наработки, показать перспективу развития. Во-вторых, туда же приезжают потенциальные и реальные покупатели, заключаются сделки. Плюс ко всему, делегация «Гомсельмаша» регулярно привозит с выставок дипломы победителей. Комбайны «Полессия» работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, Китае, Южной Корее и других странах. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств. Мы имеем ряд филиалов, например, в Чехии, которые у нас филиал занимается, вообще-то, Европой, и там продаем комбайны. Это сложно сегодня проходит, но результаты есть, динамика есть. В Аргентине мы сегодня успешно продаем там кормо-уборочные комбайны, причем вот действительно конкуренция с сложными для нас конкурентами. Постоянный поиск покупателей, создание дилерских центров, совместные предприятия – все это требует постоянного общения на самых разных уровнях, поэтому на Гомсельмаша всегда много гостей. Мы всем рады. Мы приглашаем сюда, и вот по окончанию сезона мы приглашаем сюда по специальному плану, по графику всех наших покупателей, там лица дилеров и простых механизаторов для того, чтобы показать наше развитие, куда мы движемся, да, какие наши перспективы, и заодно получить обратную связь, послушать, как же наша техника работает. Мы имеем эту связь от своих работников, но это своя, а это уже напрямую от наших потребителей. Перспективу развития на Гомсельмаша видят в оптимизации всех затрат, повышение конкурентоспособности и, конечно же, качества. Это позволит завоевывать новые рынки и увеличивать объемы продаж. В перспективных планах прописано, как будет развиваться модельный ряд, откуда будут вкладываться инвестиции, чтобы выйти на европейскую производительность. У Александра Комко есть главная задача – успешно работать, а все остальное приложится. Везде надо работать честно, добросовестно, совестно. Да, и, конечно, придя со школьной скамьи или, допустим, с вуза, ну, это надо серьезно работать над собой, браться смело за любую работу, выполнять ее до конца. Да, это только дает опыт и уверенность в дальнейшей работе. Субтитры создавал DimaTorzok